Девушка, вы куда уходите? Молодой человек, вы куда пошли? А? Вы куда вышли? На кухне готовили спокойненько. Работники одного из популярных кафе с солидной вывеской и несколькими филиалами пытаются уйти, что называется, под шумок, однако до этого всех их зафиксировали на видео, причем в процессе исполнения своих обязанностей в зале, на кухне, за баром. В мусоре на ней висят уже 10 человек работающих. Ваши работники отказались представить, но все равно мы их убедили, мы их возняли. Как пояснили в Центре занятости, все 10 человек работали неофициально. Повод для переговоров с владельцем. По закону он должен заключить договоры в течение трех дней. Представители комиссии имеют право сразу сообщить о факте в инспекцию по труду, однако в качестве своеобразного жеста доброй воли работодателям дают те же три дня на исправление ситуации. Шанс начать трудовые отношения, что называется, с чистого листа. В противном случае на первый раз владельцу бизнеса грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, на второй раз сумма удваивается. Получается, если оформить, например, одного работника с минимальной заработной платы, это 10 тысяч, да, 700 рублей, то работатель отчисления делает там в пределах трех с половиной тысяч на работника. То есть это в любом случае получается дешевле, чем, например, заплатить потом, да, штрафы такие сумасшедшие. Помимо 34% на зарплату, уже работник отчисляет 13% подоходного налога. Таким образом, на одном неофициальном работнике государство ежемесячно теряет минимум 4,5 тысячи рублей, а для него самого отсутствие договора – это минус к будущей пенсии, невозможность уйти на больничный, а также защититься, если возникнет конфликт с работодателем. По данным Центра занятости, пятая часть трудоспособного населения Анапы, около 20 тысяч, работает, не оформив отношения. Естественно, они работают где-то, да, не может 20 тысяч человек просто сидеть и не работать. Это те, которые трудоспособный возраст. Сегодня в Анапе и сельских населенных пунктах работают полтора десятка рейдовых групп, которые только в этом году помогли официально трудоустроиться 4 тысячам работников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова